Героями не рождаются, героями становятся. К сожалению, многие это звание получают посмертно. 16 лет назад трое наших земляков стали героями. Юрий Гордеев, Александр Голосовский и Андрей Гаврилов во время службы в горячей точке попали под обстрел чеченских боевиков. В ходе операции солдаты получили смертельные ранения. В школе номер 29, где они обучались, установлены мемориальные плиты. Здесь же ежегодно проводится краевой турнир Славинского районного казачьего общества в память о казаках-петровчанах, погибших в Чечне. Турнир, посвященный казакам Станичного Петровского казачьего общества, погибшим при выполнении воинского долга в Чеченской республике, проходит уже в 16-й раз. И с каждым годом участников становится все больше и больше. Говорят всегда, что время лечит. Но память об этих ребятах, которые погибли при исполнении долга, вы знаете, из наших сердец не уходит. Потому что мы считаем, что именно сейчас наш долг, наша просто святая обязанность – вот эту память хранить, беречь, для того, чтобы такие ужасные события просто в нашей жизни не повторялись. Потому что они должны погибать дети в возрасте 19-20 лет. На мероприятии присутствовали матери погибших в Чечне ребят. Они каждый год приходят на открытие турнира памяти их сыновей. Им нелегко приходить сюда. Трудно даются шаги мимо мемориальных досок. В 16 лет уже каждый год проходят. Просто сюда больно идти всегда. Ну, это надо. Моего ребёнка помнят. Наших детей всегда нам рады везде. И казакам спасибо огромное. И на кладбище всегда ездят, и цветы возлагают. В числе почётных гостей турнира заслуженный тренер России, вице-президент Федерации вольной борьбы Краснодарского края Виктор Козляков. Открывая соревнования, он подчеркнул, что ребятам нужно рассказывать о подвигах односельчан. Ведь беречь память о героях – значит быть достойными их подвига. «Очень большое дело – это проводить память ребят, которые погибли в войне в Чечне. Это память. А память пока... Память жива, человек живой. Он рядом с нами. Это большое дело. Это патриотическое воспитание будущего подрастающего поколения. Я сегодня посмотрел и стоял, сколько деток приехало, пацанятки, девочки. Всё, глаза горят». В этот день прошли соревнования по волейболу и вольной борьбе, чтобы посоревноваться в ловкости, силе и физической подготовке. Сюда приехали ребята из нескольких районов Краснодарского края, а также Ростовской области и Республики Адыгеи. А это более 200 школьников. Этот турнир – не только ещё одна возможность проверить свои умения на деле, но и дань уважения памяти героям, погибшим на войне, считает ученица 31-й школы Анастасия Щурова. «Те мальчики, которые погибли, они отстаивали родину и помогали в Чеченской республике людей, которые были против войны. И нужно помнить это событие». Анастасия Щурова одержала победу в краевом турнире в соревнованиях по вольной борьбе в своей весовой категории. А лучшей волейбольной командой стали ребята из 48-й школы. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа События.